Сначала вносим данное видео, в открытый доступ. Спасибо. Так что пишем номер задач 63, и слушаем ее в выночь. Что это такое? Найти векторно-поторометрическое уравнение и координатно-поторометрические уравнения в роли дни, проходящие через точку P с координатами. Пишем P, и в скобочках пишем координаты. 3, 3, минус 4, 1. Так, подходясь через точку такую, и перпендикулярной плоскости заданного уравнения. Пишем уравнение плоскости. Вомент такой, 2х-3у, минус 4z, равно 2у. Ну, в общем-то, вот такой условий задач. Давайте мы изобразим плоскость. Ну, хорошо. И к этой плоскости надо ее празить перпендикулярно. Вот вы нарисовали ее почти как на доске лежащей. А вот можно я ее вот так, чтобы сбоку ее выделить? Привет. Если можно, вот на этой части плоскости доски, так вот, толсткость, ну, такую вот, как бы, сбоку-то надвигаем. Да, замечательно. Теперь отметьте там, где-нибудь точку надеемся, и проведите перпендикулярно. Так, и вниз его празовчат, сначала штриховка, вниз тоже штриховка, если сначала вот так, а потом вниз, вот так. Теперь на этом перпендикулярном поставьте точку. А нет, это же перпендикулярно. Неправильно, не нажать перпендикулярно. А на плоскости поставьте точку отдельно. Образность ее буквой P. Так, значит, уравнение плоскости мы знаем, а нет, неправильно я бы сказал, точка P не на плоскости, а точка P на прямой. Точка P на прямой. Да, где-нибудь там, P. Значит, уравнение плоскости мы знаем, значит, как бы плоскость нам задана. Точка P мы координатно знаем, поэтому точка P как бы задана. А вот прямая, которая проходит через эту точку перпендикулярной плоскости, мы ее как бы не знаем. Для нее надо писать уравнение, исходя из того, что нам надо. Вот, для этого надо посмотреть на уравнение плоскости. В этом уравнении плоскости имеются коэффициенты 2, минус 3, минус 4. Давайте мы из них составим вектор из коэффициентов. 2, минус 3, минус 4. Запишем его в столбик. 2, минус 3, минус 4. И отложим квадратные скобки. И напишем, что это вектор n маленькая, равно n маленькая. Вот. Такой вектор называется вектором нормальной плоскости. Рядом, мы пишем с вами. Вектор нормальной плоскости. Нормальный к плоскости. Вектор нормальной, это в другом перпендикуляторе. Вектор нормальной, это в другом перпендикуляторе. То есть n, это перпендикулятор к плоскости. Такой общий факт, что если в нормальной системе координат вот это уравнение задает плоскость, то его неэффициентнее, это как раз перпендикулятор к плоскости. Почему это так? Мы пройдем на лекцию. Пока вот этот факт будем принимать как то, что я вам говорю. Как так сказать. Теперь, значит, это перпендикуляр к плоскости. А ту прямую, которую нам надо провести, она тоже перпендикулярна к плоскости. Что вам сказать про два перпендикулятора к одной плоскости? Они параллельны. Они параллельны. Значит, вектор n параллельен прямой. Значит, пишем вектор n параллельен прямой. Ну, у вас нет обозначения для прямой, напишите про славу. Параллельен прямой. Вот. Раз вектор параллельен прямой, значит, он указывает направление к плоскости. Можно его взять за направляющий вектор. Поэтому пишем. то n можно взять за направляющий вектор. n можно взять за направляющий вектор нашей прямой. вектор, значит, обозначает букву а. Поэтому напишем, а равно n. А то уравнение, которое у нас как-то услышит или увидит, это векторно-карапидийского уравнения. Оно пишется так. Давайте запишем. r маленькая равняется r маленькая с ноликом плюс at. Значит, а – это направляющий вектор. r – это просто буквы, означающая радиус вектор произвольной точки напрямой, а r ноликова – это радиус вектор какой-то конкретной точки напрямой. Для того, чтобы у нас получилось такое уравнение, мы должны сказать, чему равен термониковой и чему равен а. Про а уже мы знаем. Давайте напишем, что а равно тем цифрам 2 минус 3 минус 4. а равно 2 минус 3 минус 4 и квадратная скобка. Так, теперь, что такое р ноликова? По смыслу этого уравнения, когда t равно 0, у нас получается r равняется р ноликом. При t равно 0, мы попадаем в какую-то точку на этой прямой. То есть, r ноликовая – это радиус вектор одной из точек прямой. Можем в качестве одной из точек взять точку p, если нам дано, что прямая должна пройти через точку p. Можем. Поэтому пишем, r ноликовая равняется столбик из координат точки p. Так, t – это у нас параметр, он так с буквой t и останется. r – это у нас производный вектор точки напрямую. Радиус вектор производит точки напрямую. Его координата точно обозначается x, y, z. Поэтому напишите, r равняется столбик x, y, z. Столбик x, y, z. Ну и теперь давайте все это соберем вместе. Вот у вас у нас уравнение r равняется r ноликова плюс at, и туда подставим вот все эти наши столбики. Значит, получится столбик x, y, z равняется... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, это получился один из ответов. Это вертолеметрическое уравнение. Теперь надо его разделить на три отдельные части и получится координатное параметрическое уравнение. Напишите, чему равняется отдельный x, отдельный y и отдельный z. А почему 5? Потому что 3 плюс 2, но там же еще буквка t есть. З. А здесь будет 3 плюс 2t. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идерить это минус 4 минус 3t, да? И сделать это... Да, метод будет все. Задача кончена. Спасибо.